Добрый день! С вами снова я, Капустник Сергей, руководитель магазина Alt-Niva. И я продолжаю подробно вам рассказывать и показывать разные инструменты, которые у меня в магазине представлены. И на этот раз покажу и зажим производства фирмы Petzl. Зажим называется Micro Center. Микроцентр. Вот такой вот красненький маленький удобный французский зажим. Из чего он состоит? Ну, я извиняюсь, инструкцию не буду отрывать, чтобы покупатели потом не ругались. Да, пусть она остается с ней. Но там все подробно написано и также на русском языке инструкция по использованию имеется. Вот здесь вся подробная информация, сбоку на нем написано. Размеры, что, какие веревки, сертификат какой есть и посередине указана дата, время производства. Вот он так выглядит. Вот что на нем написано, точнее. Также сразу нарисовано, как должен стоять язычок внутри зажима. Все, это вы видели. Очень удобная, простая вещь. Как он разбирается? Здесь есть такой штырек, который закрывается с помощью такого хитрого устройства на пружинке. Чтобы его открыть, что мы делаем? Мы тянем за данную, не знаю, как ее назвать, петелечку, давайте назову ее так. Тянем, ну, и просто высовываем. Немножко туговато. Все, вышло. Очень удобно. Здесь все крепится и все друг от друга никуда не отлетит, если только целиком. Если вы где-то там наверху решили перекинуть зажим на другую веревку, и его раскрываете, у вас ничего не упадет отдельно, если только все вместе полетит. Итак, штырин у нас привязан на небольшую веревочку, на шнур. Сам язычок пристегнут на металлический трос. Трос крепится с помощью... Ну, он уже в собранном состоянии, все это скреплено. В комплекте с зажимом идет вот такой вот маленький шестигранный ключ. Этот ключ позволяет открутить... Вот здесь вот внутри болтик есть. Болтик, если мы откручиваем, то мы сможем отцепить язычок. Ну, в принципе, этого... На самом деле, мне это не нужно было. Да, я думаю, вам это тоже. Необходимости такой не возникнет. Но, в любом случае, в комплекте он есть. Так, я для вас его соберу. Вставляем. Как-то каким-то другим образом... В принципе, можно, конечно, умудриться засунуть, но это довольно-таки проблематично будет. И второе, что еще... Это вот нарисовано положение, в котором должен быть сам зажим. Итак, вставили. Вставили все обратно. Все, он у нас собрано в состоянии. И вот, покажу на примере веревочки. Вот так он выглядит в рабочем состоянии уже на веревке. Маленький, аккуратный. На примере, да... Ну, посмотрите, чтобы вы понимали его размеры. Вот он у меня полностью помещается в руке. Если у кого-то возникают проблемы, да, с тем, что бывает оборудование достаточно большое, то микроцентр, он, ну, максимально компактный и удобный для работы. Ну, протравливает, потому что, как вы знаете, что нету нагрузки, да, никакой. Поэтому он может протравливать пустой. Ну, когда вы будете работать, такого не будет. Размеры веревки, которые подходят под данный зажим, от 9 до 13 миллиметров. И также написано в дюймах, да, ну, в России это большой необходимости в этом нет. И сертифицирован. Вроде как все рассказал. Возникнут какие-то вопросы, вы обязательно пишите. Отвечу всем и каждому. Если какие-то непонятно что-то я снял, пересниму лично для вас, да, чтобы вы понимали, что да как. Все, спасибо за внимание. Не забываем подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok